Всем доброго времени суток! Канал Азима Неси, у нас 31 октября. Хотели Сергеем рассказать по поводу наших достижений в плане отзывов. Сергей, рассказывай, что у нас там сейчас, какая ситуация. Ну, сейчас мы уже вышли в доброе время суток. На объем 10 отзывов на старт 10 разными людьми с индивидуальными поведенческими характеристиками. То есть, абсолютно разные люди делают настоящие отзывы. Отзывы, наши отзывы, Амазон верифицирует. Вы можете спросить всех тех, кто обращался в данном группе, что мы не подводим. Мы действительно нормально делаем отзывы, что вы имели в виду это. Все, кто планирует обратить шанс или еще какие-либо вопросы. Поэтому все нормально. Я хочу в этом видео тоже рассказать о том, как мы делаем. Потому что очень много людей задают какие-то и те же вопросы, чтобы, посмотрев, людей как бы отпали эти вопросы. Первое. Мы ищем товар по ключевым словам. Вы нам присылаете ключевое слово. Вы нам присылаете название бренда. Потому что очень много аналогичных товаров, чтобы вы не ошиблись. Вы присылаете принт-скрин вашего товара, чтобы вы могли подвериться. Мы по ключевому слову ищем ваш товар, заходим на ваш товар, пишем вам вопросы. Можем добавить вид шлист, вид желания. Что? Кто-то пишет вопрос, кто-то добавляет вид желания. В плазе смотрим конкурентов, ближайших на странице, до вашей страницы, после вашей страницы. И все, мы выходим. Мы не выкупаем день в день прямо сейчас товар. Потом совершаем мы покупку. На следующий день или через сутки. Еще раз заходим, смотрим конкурентов и совершаем покупку. Добавляем в корзине, ну в корзине может повисеть, ваш товар, еще три товара вашего конкурента. Потом из корзины удаляем всех конкурентов, выбираем ваш товар. И совершаем покупку. Потом ваш товар приходит на склад или ревьюеру, который находится в Америке. Или ревьюеру, который приходится в Украине, ну он приходит на адрес Соединенных Штатах Америки. После того, как ваш товар пришел в администрацию Соединенных Штатах Америки, после двух-трех суток, в четырех, может двух, в двух, смотрим эту ситуацию. Если товар хорошо на радаче стоит, может раньше. Мы пишем отзывы, ну просим людей, люди тоже человеческие факторы, чтобы вы понимали, что мы не всегда можем, как день в день, или как-то просили, потому что кто уехал, кто еще, что там, все люди живые, кто тут, не роботы, не аккаунты, не левые. То есть, вы же видите, все отзывы разные. И пишем отзыв. И на этом, в принципе... И ждем еще письма от Амазона. Ну да, но это дополнительно, да, вот мы сейчас узнали, потому что надо дождаться письма от Амазона, касательно того, что когда Амазон предлагает написать отзыв, прошла информация о том, что этот отзыв тогда будет точно... Верифицирован. Да, потому что Амазон как бы сам предлазил написать отзыв. Так можно, да. То есть, ну каждый день что-то меняется, мы стараемся, общаясь с людьми, но это как бы опять же такие, ни где ничего не подтвержденные информации. Микромоменты, микромоменты, именно качество. Да, догадки, люди, которые тоже делятся своими какими-то нагляднениями, кто-то просит сделать именно так, как он просит. И тогда он пишет спасибо, доволен, все. Есть люди, которые, ну, то есть, разные, настолько разные люди, и даже если я не представляю, как это отличаются, настолько разные, что просто с разными вопросами, но суть, вот я пытался бы сейчас объяснить, сказать, как мы все, что делаем. Что еще хочу сказать? Да, мы продолжаем поиск регулирования. Удей, которые готовы писать розы в умеренных вопросах. Товар не всегда, я повторю слова, не всегда, то, что вам хочется. И это ни смартфоны, ни плазмы, ни ноутбуки, ни планшеты. Для планшетами, ноутбуками и фотоаппаратами вы можете поохотиться в группах ревью. Мне мой товарищ Костя, я его объясняю, то есть, сначала я это ревью все, как говорится, начал смотреть, потом его подключил, он что-то аппарат себе потянул, за 10 долларов купил, ну, китайского взрослого. Вот, и он за 10 долларов взял этот аппарат, привез его в Украину, был очень радоволен пользоваться. То есть, вы какие вещи можете попытать участие в группах ревью. Не, ну, может, кто-то у нас кто-то у нас будет предлагать тоже дорогие товары разные. Ну, да, вы можете как раз прокачать свой аккаунт. По поводу аккаунта. Вы спрашиваете, аккаунт покупателя, аккаунт подавца, это два разных аккаунта. Вы в аккаунте покупателя, вы пишете, те, кто с СНГ, пишете, тот город, ну, это лично я так делаю, и у вас находится склад. У нас есть адрес, тут город и пишет. Посредник выиграли, который? Да, да, то есть, который вам предоставляет посредник полностью. Вот, поэтому, такая вот позиция. По сегодняшней дне. Есть, я так понимаю, проблема и вопрос о том, что, типа, если многие у нас люди же покупают из СНГ, они, соответственно, что делают? Они говорят, вот, вы отправляете товар на один адрес. Один адрес, один адрес, то есть, через одного-двух посредников, как бы это подозрение. И подозрение можно вообще на воду дуть. Один раз обжечься, когда, да, понятное дело, наша самая основная задача, и за этим мы и занимаемся, исключительно минимизировать риски. На 100% исключить риски невозможно. Забанить мог за что угодно. Мы из-за этого никого не заставляем, мы объясняем и помогаем то, что мог. Заработка здесь какого-то особого нет. Вы переселяете просто деньги за товар плюс комиссию, вы переселяете деньги за доставку по Америке. Все, грубо говоря, то есть, тут я не знаю, какие там еще варианты. Да, можно просить своих знакомых. А в чем будет отвечать? Только адресы. Но еще раз говорю, у нас также есть американские адресы. Те товары, которые человек не хочет покупать, ну, себе брать, он, соответственно, отправляет, Сергей предоставляет адреса людям, в Америке, опять же, тоже налево адреса, там, где просто люди живут, и получают эти товары. Это не те люди, которые даже делают нам обзор. Они просто получают товар, то есть, в разные места мы отправляем товар. Если товар вы хотите себе там в СНГ отправить, вы отправляете на адрес поставщика, ну, это посредник. То есть, вот такая история, грубо говоря. Там адрес один, но и чеки-то разные. Да. И принимает, и принимает, а все понимают, что так же товар идет на весь мир. И что эти посредники работают. Они для Амазона, это не квартира. Может, карточку видят, принимают банковскую карточку, карточка Европы. Если мы бы отправляли товар просто одному там чуваку, который потом перепродавал бы где-нибудь на оптовке ряда, и мы бы экономили на этом, грубо говоря, зарабатываем на этом, то да, мы раскидываем разные места, абсолютно разные места. Вы можете выкупать товар, если вам нравится, можете не выкупать. Просто сейчас, на данный момент, основная помощь для тех людей, которые или попали в эту ситуацию, были уже в ней, и в будущем, естественно, планируют новые товары вводить, или к этой ситуации подходят и заведомо страхуются, потому что у нас количество желающих очень большое, и все эти видео именно для того, чтобы искать тех людей, которые заинтересованы, брать этот товар бесплатно, помогать, и в будущем раскручивать свой бизнес. Как мне люди некоторые спрашивают, а это законно, а это нарушение правил Амазона, типа, ну, Амазон пишет правила на свое усмотрение хоть раз в неделю. Они что хотят, то и делают. Я, как бы, блин, правила Амазона ни разу не читал, если честно, английском тоже я не соображаю, так что я абсолютно действую на основе своих, как бы, мировоззрений, совести и чести и всего остального в этом роде. И моя задача основная по нормальному зарабатывать деньги. Ну, блин, у каждого представление разное. То есть, кто считает, что он отзывы делает, по-другому, по-третьему. Мы просто предлагаем одну из альтернативных вариантов, как можно сделать. Потому что, когда нам предлагают какие-то гифт-карты, там еще что-то, какие-то конкурсы, фейсбук-группы создать, все это со временем. Если вы с нуля начинаете, у вас ноль, у вас нет продаж, с кем разыграть эту гифт-карту. Когда у тебя 10, там, 5 продаж в день, да, ты там за месяц можешь 150 человек набрать и разыграть гифт-карту. А когда у тебя одна продажа или ноль продаж в день, ты ее не разыграешь. И таких моментов много. Я на данный момент, к сожалению, знаю две только темы живых для старта. Это у нас отзывы с выкупом товара и отзывы без выкупа товара. Отзывы без выкупа товара, они работают достаточно. Хотя люди говорят, у меня, например, у нас знакомый, который как раз, он говорит, вот сегодня 7 разговар, он сказал, что у меня ничего не удаляет. Ну, до поры до времени, во-первых, я считаю. Во-вторых, их можно применять для, первое, дорогих товаров. Это очень актуально. И второе, иногда для недорогих товаров. Ничего страшного нет, если человек там раз, два раза в неделю, а если особенно у человека прокачанный аккаунт, там американский, например, 2-3 года, вот у человека у нас есть, у него более 100 аккаунтов. В Европе и в Америке. То есть, можно делать отзывы без совершенно этих, выкупа товара. Но, злопотреблять нельзя, то есть, нельзя написать это. Еще момент есть. Момент, связанный с тем, что, когда мы товар выкупаем, выкупаем на отзыв, за полную стоимость, обязательно в этот момент вы должны делать раздачу. Обязательно. Во-первых, при продвижении любого товара, надо иметь в виду, что первые 14 дней, особенно Амазон, ну там, первый месяц по-хорошему, надо, чтобы были стабильные продажи. И нормальные люди, с кем-то я общаюсь, с кем-то я, все делают эти продажи. Если органики нет, он до вечера дотянет, смотря, ну нет органики там, 12 ночи, он начинает по группам раскидывать там, ну там, в 6 вечера, уже начинает раскидывать. Если есть органика, он ничего не раздает. То есть, вот такая вот стратегия самое правильное. Почему? Надо раздавать. Во-первых, Амазон ротирует те товары, которые имеют хотя бы какие-то стабильные продажи. Нельзя раздать сегодня 10, продать 10, и неделю, не одну. Лучше раз, одну штуку в день раздавать или продавать. Второй момент. Прошло такое письмо, что, насколько я помню, Амазон, вот на статистике я какую-то программу одну там рекламировал, что люди заложили 5% от всех продаж, пишут отзывы, как правило, на Амазоне. Амазон вроде какой-то есть там письмо, что типа больше 10% будет, ну то есть на 100 продаж, если будет больше 10 отзывов, Амазон будет уже приглядываться к такому человеку. То есть надо очень серьезно страховаться, смотреть. Но на старте, опять же, когда мы говорим о 10-50 отзывах, ну даже 50, наверное, круто, 10-25 отзывов, здесь риски минимальные, все понимают, я думаю, никто там оттуда драться и рваться не будет, но все равно, если вы сегодня раздали, ну вообще за эти первые там две недели раздали на отзывы там вот эти вот там 10-25 товаров, и вам эти 25 отзывов обязательно раздавайте хотя бы те же 25, чтобы у вас было, опять же, не 100% товаров, вы 100% продали, и 100 у вас отзывов. Это вообще бред. Это очень большой риск. То есть вы тоже имеете в виду, что мы там свою работу какую-то делаем, но и вы, если жмодиться будете, не будете это делать, а лучше раздавать в 2-3 раза больше, тогда вероятность бана она просто 0. Ну я не знаю там процентов, и разговоры о том, что вот там Амазон там все это вычитает, просчитает. Но Амазон также заинтересован в продаже. Если вы не злоупотребляете, если вы там под господилами работаете, то все есть и будет нормально. Наша просьба одна, вот кто к нам обращается, еще раз говорю, имейте в виду, что людей много, все стоят в очередь, не надо требовать. Мы делаем качественно, у нас не роботы, не боты, не какие-то там эти, за это мы не делаем много отзывов, мы на этом ничего там не заработаем, то есть у нас нет сотен каких-то отзывов мы там обещаем, мы исключительно запускаем этот механизм для себя, для запуска будущих своих товаров. Вот сейчас у меня, например, на товар запускаем, мне надо более 50 отзывов. Где я их возьму, если бы я не собирал бы это как бы в сообщество людей по отзывам, ее мы где не взяли. Соответственно, получается такая ситуация, что нам надо двигаться в этом направлении и каждый по мере возможности приводит своих знакомых, людей там и так далее. Вот, мы также им скидываем эти товары с, ну то есть с выкупом, то есть мы перекидываем деньги. Представьте, какой геморрой вот этого деньги Сергея. Да, они пропускают, они пропускают эти системы, это Россия, Украина, они там непонятно, что это. То есть, у кого есть знания финансового перечисления вот этих денег, финансисты какие-то, если есть, тоже подскажите, мы с удовольствием с вами. То с ВИФ-переводы со страны Европы, хотя вроде же границы открыты, но по факту не может банк Ермании перевести в банк Украины. Ну да, короче, непонятно, кто если может проконсультировать, мы тоже с удовольствием проконсультируем. Не, ну мы как-то находим решение этих вопросов. Ну это в таком ручном режиме. Пока, такого, что полный отказ еще ни разу не было. Находим возможность, думаем. Плюс комиссии повышены. Плюс помогаем, все, ну, просто тем не менее. Плюс комиссии повышены. Ну, есть моменты, то есть, по финансируем вот эти перечисления денег, перевод. Сергей отбирает опять же тех людей, кому он доверяет, потому что он также может отправить деньги непонятно кому. Так же мы поверяем. Да, они раздаем на раздачу сразу 10 отзывов. То есть, он их раскидывает там по одному, по два, по три. Опять же, мы ждем это письмо от Амазона, пока он там, то, что мне писали отзыв. Потом эти надо ордера проверять. Это целая работа. То есть, на данный момент мы занимаемся по большому счету сложной работой с большими геморроями. За это будьте благодарны, а не надо требовать от Сергея, что он там сидел, я не знаю. Я ему только помогаю тем, что вот людей ищу, грубо говоря. Потому что вот мы создали вот эту группу, сейчас я покажу ее, если кто-то еще не знает. Вот, в принципе, под любым видео, под любым видео, вот, например, любой, даже по кранам, я не знаю, взять видео, есть всегда ссылка на группу в фейсбуке основной. Вот она ссылка. Вот здесь вот. Или, соответственно, все.